Казахстанцы не доедают. Необходимые в сутки калории, по данным аналитиков EnergyProm KZ, не добирают как минимум 1 300 000 человек. Это показатель за прошлый год, и он выше в полтора раза, чем в 2020 году. То есть еще больше жителей страны стали есть меньше. А врачи уверены, недоедая казахстанцы могут заработать ряд заболеваний. Анастасия Новикова расскажет подробнее. 1 300 000 жителей нашей страны недоедают. Такие данные за 2021 год привели аналитики EnergyProm.KZ. Причем эта цифра годом ранее была в полтора раза ниже. Необходимые калории чаще всего недополучают жители больших городов Нур-Султана, Шимкента, а также областей Мангистауской и Казалардинской. Одни говорят, из-за выросших цен на продукты питания покупать их стали меньше, другие экономят, но не на еде. Недоедание чревато последствиями для здоровья. Недостаток макро- и микроэлементов приводит к витаминозу, нарушается работа центральной нервной системы, появляется быстрая утомляемость, потеря работоспособности, а из-за недостатка мяса, например, может развиться анемия. Недостаток некоторых микроэлементов может привести к нарушениям желудочно-кишечного тракта. Если не употреблять из микроэлементов, допустим, калия, то это может привести к сердечно-сосудистой патологии. Могут быть закуборки в сосудах. Врачи говорят, недоедающие люди больше подвержены заболеваниям, у них ослаблен иммунитет. При этом минимальная потребность в энергетической ценности пищевых продуктов по стране составляет чуть больше 1800 килокалорий в день. Добрать их легко, если есть картофель или макароны, но питательных веществ в них мало. Экономисты говорят, средняя годовая инфляция в этом году составила порядка 14%. При этом номинальные доходы населения увеличились сразу почти на 18%. По словам Армана Вайганова, реальная цифра инфляции наверняка намного выше. Недоедание еще влияет на такой фактор, как высокий уровень закредитованности населения. Качество кредитного портфеля ухудшается, просрочки растут. Соответственно, часть населения, особенно те, которые с низким уровнем дохода, они часто берут УМФО и, соответственно, больше тратят средства на оплату своих обязательств по кредитам и меньше, соответственно, тратят на продукты питания. При этом нередко казахстанцы тратят кредиты как раз-таки на покупку продуктов питания. Средств от зарплаты до зарплаты не хватает. А это главный показатель бедности. А между тем в селах недоедают реже. Продукты берут с хозподворья и огородов. Зато зарплаты там оставляют желать лучшего. Правительству давно пора задуматься, почему продукты питания в аграрной стране с развивающимся сельским хозяйством и животноводством стоят так дорого, считают казахстанцы.